Районный музыкальный конкурс-фестиваль Эдельвейс Конкурс из года в год совершенствуется. Добавляются специальные номинации, например, такие как «Ретро-песня», «Голос сердца» или «Лучший театрализованный номер». А это значит, что и задачи профессионального жюри становятся сложнее. Критерии оценки очень разные. Самое главное – это музыкальное интонирование, когда человек чисто-чисто поет нотки. Немаловажные критерии оценки, когда человек проявляет себя как артист. Не только мимика должна использоваться в номере, но и какие-то сценические движения, актерское мастерство – самое главное. Ну и тоже немаловажный факт – это дикция. Самое правильное – петь на русском языке и доносить слова, доносить свою речь. Вот эти, наверное, самые главные критерии оценки. Артисты от 6 до 25 лет приехали в районный центр культуры и досуга, чтобы покорить своим творчеством жюри и попороться за призовые места. Конечно, перед выходом на сцену все без исключения испытывали волнение. Это ответственность, во-первых, перед своей организацией, перед педагогом. И, конечно, я же должен понравиться членам жюри, и чтобы спеть достойно, чтобы они меня высоко оценили. Алиса Любецкая, как и многие другие участники, готовилась к этому музыкальному конкурсу на протяжении года. А помогали ей в этом мама и педагог детской школы искусств города Видное Наталья Малая. Я, получается, готовлюсь с начала года, и просто учитель подбирал мне песню, которая мне больше будет подходить. Мы учили движение, песню, разбирали по тексту, что-то там добавляли свое. Костюм мы с мамой подбирали. Аксения Королюк решила удивить жюри своим выбором репертуара. Она проникновенно исполнила песню военных лет. Можно с уверенностью сказать, что конкурс-фестиваль «Эдельвейс-2019» запомнится всем яркими выступлениями участников, разнообразием репертуара, а также незабываемыми впечатлениями, которые останутся в памяти юных артистов на всю жизнь. Анастасия Воронина, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видно этого. Продолжение следует...